Встреча нашей съемочной группы представителями строительной компании была не самой радушной. Это понятно. В эпицентр происходящего мы добрались быстро и, видимо, незаметно. Руки уберите. Ваши коллеги все поняли прекрасно. Пожалуйста, на безопасное расстояние. Ради бога снимайте. Руководители, ребят, я могу увидеть? Покажите мне просто пальцы. Вы с коллегами свяжитесь, вы поймите, что ли. Своё имя и должность этот мужчина так и не озвучил. Но поскольку уже через пару минут сменил гнев на милость, мы честно обещали, лица показывать не будем. Название строительной организации тоже не прозвучало, хотя в этом смысла не было точно. Сам офис прямо посередине в окружении высоток, которые его же сотрудники и возвели. Кран накренился примерно в начале 10 утра. Видимо, из-за дождей подмыло грунт. Ситуацию тут же взяли под контроль, эвакуировали рабочих и главные жильцов дома, на которые грозит упасть кран. Я только сама видеть иду с сумками, ничего не знаю. А кран здесь видели? Там вчера, позавчера был? Да, стояли, да. То есть всё работало? Да, да, да. Сейчас домой не пускают? Да, нет. С 9 утра стоите, нервничаете? Ну да. Вы житель этого дома? Да. Возвращать кран в безопасное положение решили его же собственным весом. Процесс этот длительный, при сильном ветре непредсказуемый. До обеда удалось приподнять его не более чем на 20 сантиметров. Многие жильцы соседнего дома на работе и ещё не знают о ЧП. Надо отдать должное руководству строительной компании, которая организовала горячий чай и сытные бутерброды для тех, кто оказался во дворе эвакуированного дома практически в чём был. А вы вышли, видимо, я не знаю, чтобы посмотреть, а не посмотреть, меня милиция вытащила, вернуть не разрешила, чтобы мне что-то взять, не одеться. Это очень быстро. А я очень быстро. А я не поняла. Старенькое уже сейчас сделала. Тот случай, когда действительно форс-мажор. Представителям компании не меньше жильцов хочется, чтобы к вечеру инцидент был исчерпан.